Вроде как УМО заработал, то это вроде уже не лотерея, а нормальный допрос. Поэтому сейчас, кажется, платят 13%, но и все остальные деньги действительно идут к тому, кто их выигрывает. Откуда идет финансирование? Финансирование представляет канал, в данном случае это вот первый канал, из тех же самых денег бюджета канала, который складывается из рекламы. Ну и в случае первого канала еще там какая-то государственная доля тоже есть. Подождите, давайте, девушка еще не спрашивала. Какой выпуск программы запомнился вам больше всего? Может быть были гости, интересные вопросы? Да, значит есть на такой вопрос ответ. Давно, ну во-первых, скажем так, самый первый запомнившийся яркий для меня, яркая игра была, когда человек выиграл три миллиона. Первый раз вот уже на моих глазах и на моих вопросах. И слава богу, что это был еще человек, еще когда играли люди с улицы, это был человек, для которого это действительно было важно. Парень из Пятигорска, молодец, все было по-честному. И вот это очень яркое воспоминание, значит это первое. Еще две программы скажу, которые запомнились, значит программа с бурановскими бабушками, кто знает, кто их? Еще знаете, да? Это же музыки вроде, да? Здрасте. А эти бабушки серьезные? А я думаю, они не знаю. Они настоящие бабушки из Удмуртии. И игра была классная, потому что сопоставление двух совершенно разных миров, такие вот действительно бабушки, хоры из провинции и вдруг какая-то викторина на Первом канале, и вот как это все, как они вообще будут отвечать на вопросы, не будут, это все было непредсказуемо. Вот, но то, что получилось, было круто и даже где-то там трогательные моменты. Вот, если будет интересно, посмотрите, все в интернете есть. Вот. И еще, пожалуй, запомнилась программа с, ну в меньшей степени уже, с Иваном Органтом. Вот, он меня тогда по-хорошему поразил, то есть я к нему всегда относился с уважением, заочно с уважением и симпатией, я с ним не знаком, но он очень круто сыграл, да? Он сыграл, то есть тоже сильно выше моих ожиданий. А много ли того, что снимается, не попадает в эфир? По-разному, вообще, значит, программную, действительно, там, почти все программы идут не в прямом эфире, они монтажные, это слово в телевизоре употребляется, то есть их монтируют потом, да? Какие-то вещи могут вырезать, выбирают ракурсы камер и так далее. Значит, в миллионере иногда вырезается много, иногда мало, от чего это зависит? Все очень просто. Естественно, никакой игровые моменты, ну, нельзя вырезать, да? Потому что вопросы идут последовательно, люди выигрывают, значит, суммы, это, естественно, все остается. Вырезаются разговоры, если редактор монтажа считает, что этот конкретный разговор не очень интересен, допустим. Вот, да? Вот эта часть ток-шоу, она, может быть, и очень сжатая, вот, там, вопросы, 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 а на самом деле на съемке, может быть, они там еще болтали 20 минут, это все поврезают. Если разговор очень интересный, оставляется больше. Ну, и момент размышлений, то есть, ну, все, что происходит между структурными частями программы, да, которые нельзя вырезать. Вопрос, следующий вопрос, следующий вопрос, ответ. У вас были моменты, когда были проблемы с передачей, с съемками, когда не получалось что-то? Вы имеете в виду технические проблемы или что-то чуть-чуть конкретизируете? Имеется в виду, когда вам надоедало работать. Было ли такое? Конечно. Я же живой человек. А как же, иногда вообще, ты понимаешь, что у тебя куча работы, ты встаешь с утра и все, ненавидишь все вокруг, я работаю больше всего. А как же? У любого человека такое бывает. Вы думаете, что в школе не хочется на уроки идти периодически? Ничего подобного. Даже на самой любимой работе, а у меня работа в достаточной степени любимая, такое бывает. Но бывают действительно чисто технические моменты. Вообще телевидение – это очень технологичная вещь, особенно большие программы. Например, программа «Кто хочет стать миллионером» снимается с 11-ти камер. Если вы об этом не задумывались. Значит, 11 камер одновременно снимают эту программу. И поэтому дальше картинка, вот набирается план с этой камеры, с этой камеры, с этой камеры. Вот это для телевизионщиков будет как раз ваше интересно. Это, ну вот, одна из самых масштабных программ в этом плане. Соответственно, любая камера выходит из строя, любой световой прибор, а их тоже, там, десятки на площадке выходит из строя, снимать нельзя. То есть, картинка режиссера не устраивает, нужно чинить, делать. Ну, а дальше уже зависит от профессионализма съемочной группы. Ну, надо отдать должное. В компании «Красный квадрат» работают очень высокие профессионалы. Технические, ну, не только технические. И, в общем, больших задержек из-за техники у нас уже не много лет не было. Как вы думаете, с вами вы получите... Подождите! Сейчас тут вот тоже еще человек не задавал ни разу вопрос. Я попробую. А как зародилась вообще идея создания этой передачи? Конкретно, кто хочет стать миллионером? Это передача не российская, это, значит, английская программа, которая снимается по лицензии. Вообще, большинство программ на нашем телевидении, если вы вдруг не в курсе, снимаются по лицензии. Оригинальных программ... Своя игра тоже. Оригинальных программ очень мало. Вот КВН оригинальная, что, где, когда оригинальная. Значит, соответственно, как она зародилась в Англии? Ну, есть официальная легенда, я не знаю, понятия не вина, сколько она правдивая. Вы ее можете найти тоже в интернете, в статье про эту... в Википедии, в статье про эту игру. Значит, как она попала на российское телевидение, так же, как большинство лицензионных программ. Так же, как она...